Всем доброго времени суток! С вами Александр. Давненько мы, ребята, с вами не виделись, поэтому я рад нашей новой и долгожданной встрече. Спасибо, что остаетесь со мной, периодически следите за моими обновлениями и так далее. Тут меня накрыл небольшой творческий кризис, надеюсь, потихоньку я от него избавлюсь. Плюс еще и на основной работе были проблемы, но как же без них. Но не будем о грустном. В сегодняшнем небольшом уроке хочу показать вам небольшой скрипт. Кстати, я им поделюсь, ссылочку оставлю под этим видео. Данный скрипт поможет нам изменить панель управления контроллерами персонажа, а точнее сделать более удобное использование и доступ к контроллерам пальцев. То есть, смотрите, по умолчанию, когда мы с вами работаем в Motion Builder и открываем его, для того, чтобы перейти к анимации пальцев или пальцев ног, нам надо постоянно заходить в эти выпадающие меню. Мы же с вами настроим вот такой вот интерфейс. Сейчас я вам покажу. Вот. Данный скрипт выведет контроллеры пальцев сразу же на основную панель и тем самым облегчит быстрый доступ к анимации этих самых пальцев. Итак, давайте все вернем по умолчанию. Что нам нужно? Для начала нам нужен сам скрипт. Значит, как я и сказал, ссылку под него я оставлю ниже. Он будет идти в виде архива. Копируем архив в следующую папку. Значит, это там, где у нас стоит Motion Builder. Но у меня он стоит по умолчанию. Папка это вот компьютер, локальный диск C, программ файлс, Autodesk, Motion Builder, папка bin, system и характер controls. Разворачиваем данный архив. Но у меня он уже развернут, поэтому я этого делать не буду. Теперь открываем Motion Builder. Заходим в данную панель, выбираем Edit, выбираем Controls и выбираем пункт Load UE Configurations. Здесь выбираем характер Controls Configurations.кт. Открыть. И вот теперь у нас все работает. Дополнительно рекомендуется еще применить команду Edit, Controls и Update UE Configurations. Вот, в принципе, все, что я хотел вам показать. Значит, ребят, что я еще хочу вам сказать. Это на просторах интернета я наткнулся на 51 урок, то есть на 51 упражнение для начинающих аниматоров. Значит, один список я нашел на полях соцсети Контакт, а другой лежит на сайте анимационного клуба, клуба аниматоров. Значит, есть такое предложение. Если вы хотите, то мы можем с вами попробовать повторить все вот эти вот упражнения вместе. То есть это уже не будет как уроки. Это будет просто попытка нашей с вами совместной работы. Как бы, если вам это интересно, то отпишитесь. Я написал данное предложение на своей странице ВКонтакте. Там как-то меня пока еще не особо поддержали, поэтому я так понял, что интереса к данной теме маловато. Ну, отпишитесь вы, мои подписчики. Значит, что я сделал? Я вот эти вот два списка, я их все-таки объединил. Почему? Потому что здесь они немного отличаются. Ну, отличия где-то, наверное, процентов 70 даже. Поэтому здесь будет не 51, а около 90 упражнений. Большую часть я предлагаю сделать в Motion Builder. А что касается анимации, связанной с мимикой, то это мы, скорее всего, будем делать в CineMe 4D. Итак, если вас эта тема заинтересовала, напишите, что вы думаете. Или же поддержите лайком. Ну что ж, надеюсь, до скорой встречи. С вами был Александр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...